альфред грибер авторский курс иврит для начинающих урок номер девяносто два название дней недели урок ведет альфред грибер порядковые числительные мужского рода единственного числа используются в иврите и для обозначения дней недели кроме субботы они присоединяются к существительному мужского рода единственного числа йом со значением день с этой же цели также применяются буквы алфавита таким образом дни недели в иврите кроме субботы как бы пронумерованы и не имеют специальных названий еврейская неделя в отличие от русской недели начинается после субботы день с которым начинается еврейская неделя имеет следующее название йом решен первый день йом решен данный день соответствует русскому дню воскресенья к слову йом можно присоединить первую букву еврейского алфавита с апострофом альф плюс гереш так как эта буква соответствует цифре один йом альф первый день йом альф второй день еврейской недели имеет следующее название йом шины второй день йом шины данный день соответствует русскому дню понедельник к слову йом можно присоединить вторую букву еврейского алфавита с апострофом бет плюс гереш так как эта буква соответствует цифре два йом бет второй день йом бет третий день еврейской недели имеет следующее название йом шлиши третий день йом шлиши шиши данный день соответствует русскому дню вторник к слову йом можно присоединить третью букву еврейского алфавита с апострофом гиммл плюс гереш так как эта буква соответствует цифре 3 йом гиммл третий день йом гиммл четвертый день еврейской недели имеет следующее название йом рэвии четвертый день йом рэвии данный день соответствует русскому дню среда к слову йом можно присоединить четвертую букву еврейского алфавита с апострофом далит плюс гереш так как эта буква соответствует цифре 4 йом далит четвертый день йом далит пятый день еврейской недели имеет следующее название йом хамиши пятый день йом хамиши данный день соответствует русскому дню четверг к слову йом можно присоединить пятую букву еврейского алфавита с апострофом гэй плюс гереш так как эта буква соответствует цифре 5 йом гэй пятый день йом гэй шестой день еврейской недели имеет следующее название йом шиши шестой день йом шиши данный день соответствует русскому дню пятница к слову йом можно присоединить шестую букву еврейского алфавита с апострофом вав плюс гэреш так как эта буква соответствует цифре 6 йом вав шестой день йом вав седьмой день еврейской недели имеет следующее название шаббат суббота шаббат данный день соответствует русскому дню суббота и предназначен для отдыха шаббат то есть и как и и и и и и и